Дай почитать. Не менее интересная книга «Маяковский. Я еду удивлять. Марш поэта по стране и миру». Не побоюсь сказать, что это потрясающая книга, познакомившись с которой читатель узнает множество фактов о поэте и его современниках, о поэтическом языке и рифме. Читать эту книгу познавательно, весело и увлекательно. Объем совсем небольшой, 200 страниц. Материал четко структурирован. Есть разделы. Игры, в которые играл Маяковский, неважно и то, что бронзовый. Процессы правила игры, стихами наполненный череп. Игра ради игры, стихи, веселье, как би-ба-бо. Игра на публику, натя. Конец игры, инцидент, исперчен. И другие. В качестве приложения статья Маяковского «Как делать стихи» и его стихотворения о поэзии наиболее известная «Кофта Фата. Разговор с фен-инспектором о поэзии Сергею Есенину». Галина Антипова, с одной стороны, не пишет серьезное академическое исследование, но в то же время ее точные профессиональные литературовические наблюдения и находки, изложенные как будто это приключенческий роман-игра, не могут не восхищать. С большим удовольствием перечитала эту книгу несколько раз. Часть названия игры речетворца – это ключевой образ книги. Маяковский любил и умел играть в постоянную смену масок и в жизни в поэзии. Пресловутая «Желтая кофта» тоже была частью игры. Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего, Желтую кофту из трех аршин заката, По Невскому мира, полощенным полосам его, Профланирую шагом Дон Жуана и Фата. Многогранным предстает поэт на страницах этой книги. То он трогательно нежен, когда речь идет о взаимоотношениях с Лилей Брик, То страумен, а порой и откровенно груб, Когда отвечает на неудобные вопросы публики. В книге присутствуют забавные яркие, Как фейерверки эпизоды из жизни поэта. Первая рифма в его жизни – папа-рад, аппарат. А вот его первый экспромт, записанный собственноручно. Не таковские маяковские, чтоб играть в девятый вал. Мы плевать на тех хотели, кто нас пьяницей назвал. Такие игры с поисками рифм и смыслов оттачивали мастерство поэта. Гениального русского советского поэта Маяковского. Слово «полководец человечей силы» 16+. Дай почитать.